Господа, привет! Меня зовут Артём. Сегодня мы с вами смотрим на Expo Decay. Это такой, знаете, небольшой мод, или даже, скорее, отдельная игра от инди-разработчиков про Гордона Фримена с видом от третьего лица, с видом сверху. Да, это очень необычное сочетание, с вами согласен. Давайте смотреть, что же нас здесь ждёт. Половина жизни история реальная, только хорошая игра даст вам поиграть в это. Это Марк Лейлау. Какие глубокие и философские слова, господа. Биттер офенсив. Вообще, мне кажется, мы находимся на какой-то Антарктиде. Иначе я не знаю, как всё вот это вот объяснить. С нами, кстати говоря, Алекс. Вот так вот всё это дело выглядит. Так, подождите. Здесь, мне кажется, нужно как можно больше эксплорить. Я, кажется, уже вижу хэткрабов. Это хэткрабы. Алекс, убивай их, пожалуйста. У тебя же пистолет есть. Мы очень смешно бьём своим ломиком. Я бы не сказал, что это выглядит как-то очень опасно. Ничего себе, молодки. Господа, вы это видели? Он летел за километр куда-то. Мы его, мне кажется, в Африку вообще откинули этого ёбаного хэткраба. Господи Иисусе. У нас уже 85 хипов. Нас как-то, знаете, надо... Я их вообще могу убивать, этих хэткрабов, или нет? Подождите. Как по ним попасть? По ним нужно как-то с определённого ракурса подходить. Всё, я его убил. Или его Алекс убил, я даже не знаю. Стоило ли мне подходить к этим контейнерам, друзья, я не знаю. Насколько я знаю, эта игрушка просто... Да ёбаные крабы! Игрушка крайне забагована. Я, честно сказать, в неё зашёл только, наверное, раз из 15-го. И то после захода меня выкинуло примерно столько же раз, если не больше. Я думаю, мы с вами закончим на каком-нибудь вылете, если у нас он произойдёт. Потому что игрушка этим щедрая, она любит преподносить различного рода вылета. Я это уже понял даже, собственно, только запустив игру. Давайте осматривать, у нас здесь какие-то домики есть. Мы как-то в них можем зайти-то, нет? Так, секунду, это что такое? Это у нас вода или что? Блин, ещё FPS очень сильно падает. Игрушка-то не оптимизированная. FPS скачет как бешеный. Так, подождите, что нам здесь нужно сделать? Алекс, пойдёмте. Пойдёмте, миссис Алекс. Мне кто-нибудь в этой игре даст пистолет? Или, может быть, мы как-то можем переключить? Нет, мы переключить не можем, к сожалению, ладно. Мне интересно, как... Подождите, мы что, прям по дому, что ли, бегаем? Мы прям по дому бегаем, господа. Вот это да. Мы видим, как Человек-паук. Вообще, конечно, выглядит всё это классно. Если добавить сюда, например, мультиплеер. Мультиплеер, блин, я упал. Можно поиграть со своим френдом. Но, самая главная проблема, мне кажется, на данный момент, это баги. Да, игрушку-то полностью и разрабатывать не будут. Я так думаю. Так, давайте разобьём вот это вот ледяное что-то там. И я так понимаю, это рубильник. Только я не понимаю, как... А, всё, мы его нажали. Мы её включили. Так, нам надо тогда спуститься вниз. Пойдёмте. Так, это мы куда заходим? Это у нас начинаются базы антарктические. Так, а где наша Аликса? Она у нас теряется. Кстати, смотрите, у нас здесь буква Е. Это пасхалка или что это? Не знаю, не знаю. Мне начинает казаться, что я где-то упустил пистолет. Я надеюсь, мои предположения не верны. Потому что не хотелось бы всю игру пробегать. Мы можем как-то зайти вообще в эту дверь? Да, можем в неё зайти. Кстати, отдельно хотелось бы упомянуть управление. Оно здесь, друзья, ужасающее. Директ от СЭС. Мы пришли к какому-то директору. Директ от СЭС. Это, наверное, главный допуск. Как-то так переводится. И да, здесь мы уже видим с вами богущие вот эти вот визуальные эффекты. Они очень, друзья, здесь всё очень сильно багует. Не будем на это обращать внимания. Пойдёмте. У нас внизу ходят комбайны. Но, как я вижу, они с пистолетами. Поэтому я бы не хотел сейчас к ним спускаться. У меня совершенно нету огнестрела. Пойдёмте дальше. Вот они, кстати, стоят. Давайте как по стелсу, как Солид Снейк. Опа, готово. Убили, убили, убили. В этой игре даже есть элемент стелса, на удивление. Такого я от неё, конечно, не ожидал. Да, давайте его застреляем прямо на смерть. Всё готово. С них мы можем... Да, мы с них можем поднимать оружие. Вот и наш пистолет. То есть, значит, всё в порядке, что я шёл до этого момента без какого-либо оружия. Опа, хэдшот, что ли, мы ему сделали? Он как-то сразу погиб. Так, а этот... А, мы этого выстрелом закинули сюда, да. Знаете, очень мощный пистолет. Ничего себе, вот эта анимация сейчас была. Так, ящики, я помню. Ящики здесь нужно ломать обычным ударом. Так, это что такое у нас лежит? Ну, это, скорее всего, автомат. Да, это СМГ, да-да-да-да-да. Оружие, как вы уже, наверное, все заметили, господа, у нас в точности такое же, как и в оригинальном Half-Life. Так, подождите, давайте вот этого тогда быстренько и вот этого добьём. Всё, готово. Алекс, ты жива? Да, у неё всё в порядке. Это, наверное, единственный человек, у которого всё в порядке. Господи Иисусе. Мой компьютер как-то, знаете, не выдерживает эту игру. Он издаёт какие-то очень странные шумы. Не хотелось бы, чтобы он у меня сломался после Half-Life этого, после этого третьего эпизода. Так, комбайны, что вы здесь делаете? Как они вообще? Кто их придел на работу? Они же не смотрят, кто здесь бегает. Они не следят, они не выполняют свои обязанности. Так, давай, Гордон, раскатывай их всех. А ну-ка, а ну-ка, гордец. Готово, готово. У нас амуниции очень много. Я, кстати, забыл сказать, или, может быть, я уже сказал, но я даже в настройки не мог в этой игре зайти. Меня просто выгивал чёрный экран. Только Escape не помогал. То есть, в этой игре абсолютно всё забаговано. В неё очень тяжело, друзья, играть как морально, так и физически. Хорошо, конечно, посмотреть на Ютубе, но когда ты на собственном компьютере запускаешь вот это, то понимаешь, что в этой жизни всё потеряно. Так, какие-то электрические моноблоки, генераторы. Я не понимаю, куда мы с вами вообще движемся. В этой игре вроде бы как бы есть какой-то сюжет, и, по-моему, он описан на странице самой игры. Но здесь нам ни о чём не говорят. Здесь нам ничего не объясняют. Ой, меня убили! А, мы с самого... Более мы с самого начала появились. Опять туда идти. Господа, мы снова здесь. Я опять дошёл до этого момента. Здесь, я так понимаю, у нас загрузки происходят вот при входе на локацию. Подождите, а почему я не могу его убить? О, он какой-то... Он как будто железный сейчас какой-то был. В принципе, ничего неудивительного. Это инди-игра. К такому стоит привыкать. К подобному. Так, надо как-то его обойти, что ли. Иначе мне опять придётся всё это заново проходить. А нет, смотрите-ка, попали. Попали мы по этому вот пацанёнку-то. Давайте вот этого убьём. Здесь, по-моему, есть сохранение. Но я... Как я уже говорил, я не могу нажать Escape. И поэтому я не могу сохраниться. К сожалению, из-за этих багов... Блин, здесь очень много комбайнов стоит. Слушай, Алекс, ты не хочешь как-то убить сама? Так, ну-ка, Алекс, давай-ка покажи мастер-класс. Свою боевую подготовку. Ну-ка, ну-ка, развали-ка его. Убила! Смотрите-ка, она их убила всех. Сейчас я их залутаю тогда по-быстренькому. И пойдём дальше. Он с миниганом стоит, что ли, с каким-то... Это кто такие вообще? А, нет, нет. Они меня даже не заметили. Они меня не заметили. А мы как ЭЦО, знаете, как ЭЦО-аудитора. О, стелес уйдём. Ну, как проходить эту игру иначе, я без понятия. Блин, там опять очень много комбайнов в комнате. Они, по-моему, какой-то фильм смотрят, стоят. У них какой-то ночной сеанс. Так, вот ещё один, кстати, здесь. Они все за углами. Слушайте, это вообще норма, такую подляну нам делать. Но я не знаю, что у них со зрением, что у них с интеллектом. Но они нас с очень большим трудом замечают. А, всё, у меня фул уже амуниции. Мы уже не можем больше взять. Ладно, ладно. Ну, хоть что-то радует. Хотя бы амуниция у нас полная. Уже неплохо. Так вот, ИБА, кстати, всех по стелсу неплохо было бы убить. Но у нас это не получилось, конечно же. Поэтому будем воевать. Так, ну, двух я убил. Сейчас, я думаю, Алекс добьёт остальных. Алекс, я надеюсь, ты же добьёшь остальных. У нас 28 типов. Поднимай, пожалуйста, птички. Гордон, поднимай их. Ебой, подняли. Так, что здесь у нас есть? Пушечку мы с ним вот тоже взяли. Ладно. Постепенно я привыкаю к этому управлению. Как-то я, знаете, осваиваюсь так. Но человеку свойственно привыкать ко всему. Так, кстати, у нас уже следующая локация, по-моему, начинается. Да. Под загрузочка. Так, Алекс, где мы сейчас с тобой находимся? Immediate Extraction. Окей. Immediate Extraction, значит. Это чей-то офис. Это, видимо, офис-то у директора, к которому мы и шли. Так, ну-ка. Мы прямо насквозь стол. Это босс-файт? Блин. Подождите, у нас там какие-то диалоги сейчас были. Я транспортирую из моей стимпли штуки для комбинов. Да, здесь. Я спрошу взять мою жизнь. Это не разыскивается на этих днях на нашей планете. Да, в этот момент страдания ты получаешь. Я что, не знаю, что сейчас перевел вообще. Но сюжет здесь мне все-таки кажется не так важен. Да, мы здесь вообще через все вещи проходим. Это не бака фичи, господа. Это фича такая. Убить мы его не можем. Но он там говорил что-то, возьмите мою жизнь, как я понимаю. У нас куда-то исчезла вся амуниция. Спасибо вам, конечно, за это, что вы забрали у меня все патроны. Я не знаю, как я буду проходить дальше без амуниции. Это говнище. То есть через эти системные блоки. Серьезно? Кажется, мне сейчас еще и перезагружаться каким-то образом придется, господа. Только я не знаю как, потому что у меня черный экран. Друзья, ну я кое-как загрузился. Мне пришлось перезапускать целиком всю игру. Да, легкого здесь в этой игре ничего нету. Я думаю, к этим системным блокам мы, может, подходить не будем. Иначе мы опять забагуем и улетим куда-то вообще во ебеня. Комбайны, привет. Слушайте, комбайны, я там сейчас с таким дерьмом столкнулся. Вы просто как шлипок по попке сейчас будете. Так, давайте вот это вот тогда. По стелсу, по стелсу. Все, мы зафейли с вами стелсу опять. Алекс, иди убивай их. Не хочу я их убивать. Блин, я здесь даже их прострелить не могу. Но у Алекс их каким-то образом простреливает. У нее, видимо, какие-то волхаки есть, читерные. Так, по... Ох ты, сколько их там идет-то, ебаный. Уф-уф-уф-уф. Давай, Алекс, покажи им. Блядь, что-нибудь покажи им, Алекс, а я спрячусь. Ну, Алекс-то у нас бессмертный, поэтому я думаю, ее можно спокойно кидать в битву. И почему у нас этот вот комбайн, он у нас какой-то маленький, сплющенный стал. Что с ним такое? Слушай, Алекс, амуниция закончилась, почему ты их не убиваешь? Блин, где здесь хилки? Это ящики или что это? О, нет-нет-нет-нет-нет. К ним мы подходить не будем, потому что они... И мы, потому что мы проходим сквозь микс. А насколько мы с вами помним, мы уже знаем, что... Вот если пройти сквозь эти ящики, мы опять улетим в бездну. Возможно, мы, кстати, там побывали в аду Half-Life, я не знаю. Именно так и выглядит от этого, этой игры. Просто все темное и ничего там нету. Так, давайте возьмем тогда жизнь. Здесь абсолютно все такое же, как и в оригинальном Half-Life. То есть, жизнь такие же, оружие такое же, персонажи такие же. Но моделька, кстати, Гордона Фримена, она совершенно иная. Блин, сейчас я их убью. В оригинальном Half-Life вроде бы как модели Гордона Фримена вообще нету. А тут, то есть, ее, знаете, такую сделали, нарисовали. В каком-то зимнем каменезоне. О, шатган, кстати, нашли мы с вами шатган, подняли. Ничего себе. Это найс, это найс. Меня уже задолбало это СМГ. Но мы пришли в какую-то тюрьму. Так, давайте сначала залутаемся. Блин, у меня как сцена пошла. Давайте прямо во время. Съешь говна, Мосман. Гордон, ты причина моего отца смерти. Элит, нет. Дай мне причину выпустить тебя. Я только знаю, кто может баррелизировать. Отлично. Давайте выпустим ее, Гордон. Аликс, подожди. У меня здесь поважнее есть задачки. Мне нужно как-то жизнь раздобыть. Секунду. А что это такое-то, радио? Да, и там какие-то радиосистемы стоят. Давай, открывай эту ебаную дверь. Ну, Фриман, ну что с тобой не так? Нажми, рычаг-то. Или он... А, нет, нажимается, нажимается. Блин, я его опять закрыл. Так, ну все, что ли, мы баррелемена это выпустили? А я помню эту женщину, кстати. Я помню ее модельку. Она тоже была в халфе. Так, а куда нам сейчас нужно идти дальше-то? А, вон нам дверь открыли. А теперь мы будем спасаться втроем отсюда. Найс, найс. Можно было бы всех этих персонажей заменить на реальных игроков. Добавить к игре сетевой код. Он трек. На треке. Чудесно, чудесно. Пойдемте. Дамы, вы идете? Почему мне в команду дают одних женщин? Что это такое? Что это за сексизм такой? Так, это мы куда? Здесь, кстати, довольно тихо. Что вызывает некие подозрения. Так, разбиваем. Что у нас здесь? Здесь у нас шотганы. Я не знаю, почему нам не дают амуницию по отдельности, а дают в виде шотганов. Возможно, авторы не хотели рисовать отдельные моделики для амуниции и решили сделать... Блядь, ой-ой-ой-ой-ой, убивайте их, пожалуйста. Ничего себе, у нас как шотган-твалит. Как пулемет вообще. Так, у нас какие-то кассцены опять. Я сейчас разломаю большой компьютер. Это разблокирует поезд. Возьмите барелеса. Что такое барелес вообще? Да, давайте. Сделаем говно. Алекс у нас сказала. Шита, это же дерьмо, по-моему. Это не точно информация. Риман, ну разбейно, что такое? А, мы даже дверь можем бить, смотрите. Вообще у нас сейчас начался такой дефенс-момент, товар-дефенс. Мы должны защищать вот эту женщину. Сейчас мы ее отобьем как-нибудь. Они, то есть ее могут убить, да, я как понимаю? Если они по ней стреляют. Но мне кажется, быстрее всего убьют меня. У меня вообще... Да, у меня было два хипа, ладно. Господа, мы снова здесь. Убиваем комбайнов. Не даем в обиду эту женщину. Правда, я не знаю, сколько по времени ее нужно защищать. Но я не хотел бы, чтобы это длилось как-то особенно долго. Потому что меня сейчас, кажется, опять убьют. Я не знаю, что сейчас произошло с этим комбайном. У нас опять богуя дверь. А на их стал как-то очень сильно откидывать. Так, вон там еще один идет. Алекс, ты вообще следишь? Ты прикрываешь меня? Или тебе абсолютно насрать, что здесь происходит? Ой, как их много-то! Как их много-то! Подождите! Подождите, подождите, пожалуйста, подождите! Ой, он улетел. Один какие-то как... Как попрыгульчики, блядь, скачут у меня здесь. Так, он погиб, да, он погиб. Слушайте, это сложный момент. Меня опять убили! Это вообще непроходимый момент, господа. Он не проходит... Не проходится никак. Ой, господа, мы, кажется, отбились. У меня открылись двери, я, пожалуй, побегу туда скорее. Я уже думал, на этом с вами буду заканчивать. Потому что это невероятно сложно. Я не знаю, почему такие сложные игры делают. Это инди-игра... Я что, опять сбаговал, что ли? Я очень, конечно, интересно поехал. Я просто зацепился за эту вагонетку. Мы едем и отбиваемся от хэт-крабов. Слушайте, здесь вообще все керамзабаговано. А, у нас, кстати, амуниция, это 10 тысяч. Ничего себе, это тоже баг какой-то или это фича? Так и должно быть или нет? Я, по-моему, сквозь тележку стрелять не могу. Сейчас давайте отобьемся от всех этих хэт-крабов проклятых. Да, я двигаться вообще не могу. Мы с вами на месте стоим. Господи Иисусе. И, по-моему, у нас забаговала вагонетка, господа. По-моему, она, мать его, забаговала. А, нет, она поехала дальше. Это такой момент был, это момент дефанса. У нас и Алекс тоже уже потихонечку вылазит из нее. А, нет, 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 она нормализовалась. Аликс, как ты отбаговала, скажи мне, пожалуйста. Я тоже хочу так. Я не хочу ехать сзади где-то, как какой-то, вообще, знаете, такой вот отщепенец вообще, как гитард. Друзья, игра крашнулась. В общем, я думаю, на этом мы с вами закончим. Это абсолютно непроходимый кусок программного кода. Кто захочет, можете скачать, ссылочка будет в описании. Но хотя я вам этого не советую. Это просто попа-боль какая-то, она совершенно непроходимая. Причем, как из-за сложности, так и, собственно, из-за багов. Это был Экспо Декей, друзья. Может быть, когда-нибудь все-таки ее как-то доделают, подделают. Это выйдет очень такой, знаете, прикольный, классный и шикарный продукт. Великолепная игра про Городна Фримена. Не знаю, навряд ли, конечно, навряд ли. Ладно, друзья, всем спасибо за просмотр и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok